Приветствую всех на моем канале Нива 07. Тема пойдет про тормоза автомобиля Нива. Автомобиль Нива пятидверный, ноябрь 2018 года, пробег 50 тысяч. Почему я заменил все тормоза на новые? Давайте по порядку. Так как мы катаемся по грязи, по какому-то бездорожью, все суппорта у нас, барабаны после песка забиваются песком, грязью. Потом едешь неделю-две, там все шкрябает. Вроде пытаешься быстренько заехать на мойку, все там, да, бьешь, моешь. Кажется, что все классно, все помыл, но 50 тысяч, и у меня начались проблемы. В движение еду, включая нейтралочку свободного хода, машина как будто прицепила. Парус, да, начинает останавливаться. С каждым разом все это хуже-хуже-хуже было. В один прекрасный момент еду, прям включая нейтральный, она у меня просто останавливается. Думаю, что за фигня. Думаю, наверное, ручник там меняли, мы, думаю, наверное, перетянули. Заехал, ослабил ручник, вроде ход есть, все. Опять начинаю двигаться, включаешь передачу, набираешь скорость, включаешь нейтральную передачу, и машина останавливается. Начинаешь тормозом играть, вроде то поедет, то не поедет. Ну и начали разбираться, в чем причина, показываю. Показываю, как устроены передние тормоза. Вот он суппорт. У него три поршня. Вот они. Раз, два, три поршня. Тут ходит у нас тормозной диск. Вот они, две колодки. Подается давление. Три поршня начинают давить вот эту колодочку. Колодки прижимают, и автомобиль начинает останавливаться. То есть за счет вот этих двух колодок, которые мы меняем, тормозной диск сжимает, происходит трение, и автомобиль начинает замедлять движение. Когда мы тормозим резко, да, они, естественно, жестче цепляются, и автомобиль идет юзом. Показываю, что у меня случилось. Это мой родной, который установлен был с завода на автомобиле. Я уже его помыл, так как я его снял, пытался его реанимировать. Как это все происходит? Я подаю давление, то есть нажимаю на педаль тормоза. Вот они, три поршня, которые давят на нашу колодку. Вот они, поршни. Со временем здесь вот установлен сальничек внутри. Сейчас его нет у меня. Цилиндры не вытаскивались. Все настолько заржавело, что ни один цилиндр мы не могли вытащить. Между прочим, всю информацию, когда я заезжаю в сервис или в другие места, всегда вся информация есть в телеграм-канал Нива 07. Нас там много, очень много грамотных людей, которые вам подскажут по ремонту автомобиля. Так что переходите в телеграм-канал Нива 07. Там можем с вами общаться. Так вот, когда я заехал в сервис, ни один поршень мы не могли вытащить. Вот такой пыльничек идет сверху, одетый. Вот так это все. Здесь есть канавочка, куда пыльник, который защищает от грязи, чтобы туда не попадала ни вода, ни грязь. Но когда мы с вами заезжаем на мойку, начинаем бить, давление высокое, все-таки рано или поздно у нас туда попадает грязь. Или они рвутся, или еще какие-то нюансы бывают. То есть сюда у нас попала с вами грязь, мы с вами до конца вымыть не смогли. За счет вот этого сальника туда грязь дальше не попадает. Но вот в этом расстоянии происходит вот что с поршнем. Показываю. Поршень мы выдавили с высоким очень давлением. Вот посмотрите, тут уже ржавчина. И это с учетом того, что я уже его реанимировал, чистил, пытался любым способом очистить. Он был весь ржавый. Вот здесь вот, как видите, раковины на поршне ржавчина. То есть теряется гладкость вот этого поршня. И по сальнику он уже не ходит. Тем самым, когда вы нажали на педаль тормоза, он, например, вышел, а назад уже не может зайти. Тем самым происходит заклинивание. То есть поршень заклинил. Вот, пожалуйста, посмотрите. То есть поршень вот в таком положении, например, вышел, а назад он уже зайти не может. И у вас, например, работает всего один поршень. То есть два у вас заклинило, а один более-менее работает. Тем самым, что происходит? Поршень вышел, колодочку поддавливает на тормозной диск. Идет усилие, и автомобиль теряет у вас ход. То есть, как я вам рассказывал, едешь нейтральную передачу, включил, например, и автомобиль быстрее начинает замедляться. За счет чего? За счет того, что суппорт у вас вышел из строя. Ну, не сам суппорт, а в основном вот эти вот механизмы. Все это, конечно, меняется. Меняется сальник, меняется пыльник. По сути, это нужно делать раз в год. Всем ребятам, кто катается по бездорожью, вот эти вещи раз в год разобрать, посмотреть, почистить, пока нету ржавчины. И будет ходить вечность. Самому суппорту, в принципе-то, никаких нюансов у него нету, как видите. Но вот эти поршеньки есть, продается ремкомплект. Все можно купить, заменить, и все будет работать. Но я их снял, почистил. Своей проблемой я поделился в своем телеграм-канале НИО 07, где ребята с разных регионов мне стали подсказывать, что якобы можно поставить от восьмерки туда, можно поставить от газели суппорт, от соболя, там с одним поршнем. Есть суппорт вот как вот эти вот с тремя поршнями, а на соболе один большой такой поршень идет. Возможно, это даже и лучше, потому что он, если один заклинит, уже понятно будет, а там три какой-то работает, какой-то не работает, вот как в нашем данном случае. Посмотрел, что передние суппорта от соболя, если покупать полностью диск, переходную пластину, да, там надо переходную пластину ставишь, вот, сам диск получается больше тормозной, есть еще вентилируемые, есть невентилируемые, суппорт больше, и тормозные колодки сами по себе больше. Они в 15-16 диски наши умещаются, то есть без проблем все крутится, нигде ничего не сделает. И якобы тормоза будут намного-намного лучше. Площадь прижимания, да, колодок лучше, то есть тормоза у нас эффективнее. И у нас зашел разговор, если поменять задние барабанные тормоза и установить дисковые тормоза. Тоже промониторил интернет, многие ставят от восьмерок, ну, надо колхозить, надо какие-то переходные пластины, надо то, то есть сложности есть в этом. Говорят, вроде как бы эффективнее тормоза, то есть получается у нас и передние, да, если мы от соболя поставим, и задние дисковые тормоза, у нас получается как на иномарке, то есть раз, и машина встала. И ребята показали мне ссылочку с группы АвтоВектор. Это они находятся в производстве Ростов-на-Дону. Позвонил, пообщался, недешево, говорю сразу, недешево, заказал, и сейчас с вами едем мы за посылочкой. С утра съездил в транспортную компанию, забрал коробочку, коробочка весит у нас 40 килограмм, еще не скрывал, сейчас с Александром ее достанем, вскроем, посмотрим, как заявляет АвтоВектор, что без всяких переделок, якобы дисковые тормоза должны встать. Приехала, как всегда, в автосервис 56 Александр Саня-Дарова. Привет. Задние тормозные диски. Все хорошо. Это задние. Комплект дисковых тормозов перед-зад предоставила компания АвтоВектор. Это передние, это задние. Да, они вот, видите, проточка какая-то, отличаются. Ну да. Слушайте, поширение пальца, нет? Тандартные. Они вентилируемые. Да, и вентилируемые. Ну, отлично, хороший вариант. Давай дальше посмотрим. Чистые порта. Сложно сказать. Вот тут вот именно написано, производитель Вектор. Вектор, да. На что похоже? Не на что. Первый раз в руках держим такое. Почему-то везде 2108 написано, но это близко не 08. Колодочки. Колодочки маленькие. Ну да, маленькие почему-то. Вот есть инструкция. Да. Здесь они болт в болт, они вот сделаны. То есть просто те снял эти порты. Да, да, они и говорили, что без каких-либо переделок. Хороший порт. Да, я хотел УАЗовские поставить, но вот увидел у ребят, что такие производят и решил. Ну, на УАЗовские не похожи. На дальнейшие, вот от чего цилиндр, вот если обслуживать, допустим, вот поршень. Ну да, согласен. Надо это, ну, либо узнать, либо сразу купить, заказать у них, да? Те же вот манжеты, пыльники, вот со временем все равно порвутся. От чего-то они, наверное... Ну, согласен, свяжусь с производителем, уточню. Все в токоле, должны быть пыльники, шайбы. Вот они. А, ну вот он все. То есть во всех коробках, все, весь комплект полный у нас есть, да? Да, все. То есть все, в принципе, подходит? Должно было... Разбираем. Да. И погнали, да? Да. Вот этот супор оригинальный, ну, у официального дилера покупал, вместе с нашлангом, буквально месяц назад поставил новый, так как мои заклинили. И колодки новые стоят. То есть это мы все убираем, шланг отсоединяем, диск тоже мы убираем. Что там, есть шланги? Нет. А, ну тогда шланг оставляем. Он, в принципе, новый, его оставляем на месте. В комплекте с теми дисками шланги не идут. Это заводской и новый от компании АвтоВектор. Но он на порядок. Посмотрим вот так. На сантиметр. Да? Примерно на сантиметр, он пошире. Ну и будет, да, охлаждаться лучше, так как они идут. Будут вентилированы. Накинули. В комплекте идут два болтика под под пота, да, что называется? Под пота и под прикрестовую отвертку. Потому что родные шли под гайку. Да, по обычной болти. Да, по обычной болти. А здесь уже в комплекте все идет. Какой-то дисплей. Нет, смазка. А, медная смазка, да? Смазанная. То есть, производитель уже все смазал, все готово. Правильно я понимаю, да? Да, ставь и пользуйся. Передние колодки не идут, но край. Вот родные колодки, не узкие. Они сюда не подходят. Здесь нужно или соболезки с пружинками, да? Я их еще не читаю. Да, короче, надо посмотреть и поискать сейчас. Нашли нюанс. Вот стоит родной шланг. Если у вас лифт, то он будет в натяг. То есть, нужно шланг будет удлинять. Сейчас буду снимать и искать подлиннее шланга. Без лифта станет нормально. С лифтом. То есть, он прям вот, видите, в напряге. Вытаскиваем полуось, снимаем чехол. Трубку мы открутили. У нас остается датчик АБС. Полуось у меня разгруженного типа от производителя ВТ. Ну и заодно выключим, посмотрим состояние. Звонил производителю от форда первого передние колодки. Вот они. Колодкам определились. Передние колодки у нас от Соболя подходят. Вот так. Сейчас покажу. Вот. Получается сам торононодиск Соболевский вентилируемый, но пошире. И у нас колодки тоже получаются теперь от Соболя. Смотрите. Родные колодочки, Нивовские и Соболевские колодочки. Насколько здесь они шире, то есть должны намного эффективнее отторможаться. Все. АТВТ. Подшипник надо сразу менять. Люфт на подшипнике то на первой, то на второй полуоси. Вот. Поэтому снимаем. Влаго здесь снимать удобно. Вот гайку откручиваешь, снимаешь это АВТовская полуось и поим купим новые подшипники. Разобрали сальничек и сама полуось. Давайте номер подшипника и поедем покупать. Как видите, нужно спилить вот эту штучку. Здесь уже так сделали. Привезли, спасибо Наилю. Ссылочки оставлю. Вот так тоже можно заказать, вам их привезут. Так. Какие вы затоцветники самарские? Все, посмотрим с вами. Вот такие вот сложности. То одно, то другое, то это надо, то то надо. Разберешь и все. Все, подшипники есть. Устанавливаем. Подшипник хотел смазать. Смотрите, смазка с завода. Как бы есть вот такие подшипники на заднюю полуось. Хорош. Это правая сторона? Правая сторона. Давай. Вот этим вот скосом он вниз встает. Чехол. Чехол. Он универсальный. Он можно хоть так, хоть справа, хоть слева. Получается, если вот это низ, то зад будет здесь и суппорт должен быть чуть кверху. Получается вот так вот. Ну да, вот поболтал. Так, про кольца. Кольца, ну, кольца, они... В комплекте все идет? В комплекте идет, там все написано. На смазку, чтобы они держались. Да. на левую сторону надписью вверх, а на правую вниз. На правую сторону надписью вниз. Есть инструкция полностью, книжка, там все прописано. Так, ну все, можно ставить. А можно сначала полуось ставить, а потом собрать на месте. тут опять же у тебя просто разгруженный полуось стоит. Да, то, что у меня снимается. Можно раздельно, а кто будет устанавливать? Если заводские, не разгруженные, если вот эта часть не снимается, то да, сначала снимаешь, пол полностью одеваешь и потом вставляешь. По портами с тормозными вот этими дисками идут уже болты, то есть все метизы, в принципе, все предусмотрено. Болты чуть подлиннее, гайки, все есть в наличии. В принципе, на весь комплект все, болт в болт подходит и все метизы присутствуют. Сторону мы повесили, и все собрали. То есть, колодочки вставили, наименование производителя, вектор, диски. Теперь нужно подключить ручник. Будем заводить вот таким образом отсюда, чтобы угол как бы не ломать. Трубку тормозной системы нужно будет переводить здесь и заводить вот отсюда. То есть, здесь будем крепить и идет шланг. То есть, трубку с суппортом будем соединять шлангом, который идет в комплекте. По передним суппортом, смотрите, вот он шланг заводской, который короткий. У нас есть магазин в городе Веха. Вот ребята привезли мне шланг подлиннее, где-то сантиметров на 8 подлиннее, то есть, он будет хватать ему. Первый привезли, там была резьба мелкая. сейчас вот все четенько у нас сейчас поставим, прокачаем. Так что, кому нужны шланги, магазин Веха. Между прочим, когда я делал лифт задний, вот эти вот шланги тоже я увеличивал, тоже покупал магазин Веха. Вот все по резьбе подходит, все отлично. С какими трудностями мы столкнулись? Когда стали устанавливать новый шланг, здесь у нас он не влазил, так как головка потолще. Просто распилили, ставили и зажали. То есть, он никуда не денется. Хотели просверлить елочкой, но тут, во-первых, и неудобно, но вот такое решение. Мы проверили, что все держится и никуда ничего не денется. Гайку затянули, все затянули, переходная пластина, все на месте. Сейчас будет устанавливать суппорт. С суппортами идет вот такой ключ специальный. Здесь суппорта они не вжимаются, а выкручиваются. Тут даже когда ручник поднимаешь, она вот так типа выкручивается как бы по резьбе получается, да? Правильно? Да. Для этого вот есть ключ, когда нужно разобрать, собрать, то есть нужно выкрутить или закрутить. Устанавливаем диск. Здесь по-другому не поставишь, да? Да, везде дырочки. Все, дырочки есть. Где надо, где не надо. Так, 21, 35, 02, 071. Как я говорил, все метизы в комплекте присутствуют. Устанавливаем скобу, то есть она покажи вовнутрь заходит и зажимается болтами. Правильно? Да, тут еще. Шайбу и внутри между ними ставится шайба. Правильно? Станционные шайбы для того, чтобы ничего не получило, одевало. Да. Болты тоже в комплекте идут, Да. Все в комплекте. То есть между пластиной и скобой еще шайба ставится. Здесь и здесь, Да. Мы все затягиваем. Устанавливаем суппорт. Фиксируем. И заметно именно вот задний ручник собирается. Сейчас мы надели такую трубочку, которая вот сюда вставляется. Резиночку. Она там где-то в шланге оставалась. А, вон, да. Где же было. Все. Ручник мы с тобой сделали получается. То есть он зашел за амортизатором и здесь. крепить как-то будем на его? Крепить мы на стяжке на его сюда где датчик АБС. Да, так мы его и провод заебим. Все, давай дальше. Так, показываю, что у нас получилось. Трубка у нас длинная. Завлицевать сейчас нечем. Она металлическая. Мы решили вот так ее укоротить. Вокруг моста сделали. Вот она выходит. Вот она вышла. Идет крепление в наборе хомутом. За мост прижимается. После трубки идет шланг тормозной. Вон А2106 от копейки. Сейчас покажу. Вот так. Вон идет шланг. И все. И в суппорт заходит. рядом ручник. С стороны покажу. Вот она трубка. Трубка идет, 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 идет. Через мост соединяется со шлангом. Вот. Пока вот так. То есть с правой стороны у нас именно получилось вот таким образом. Если будете заказывать передний или задний комплект дисковых тормозов, ну узнать, что это не быстро. Мы уже тут часа три примерно. Вот есть инструкция у ребят. Здесь все четко прописано. Мы сами то есть собираем, видим, что-то как-то у нас не получается. Инструкцию открыли, посмотрели. Все сходится. Согласно инструкции все четко. Чего-то, чтобы не хватало, такого нету. То есть болт-болт, гайка-гайка, все прям комплект четенький. Передних дисковых тормозов поставили. Шланги все подсоединили. Так, задние тормоза тоже повесили, и все затянули. Тросики, шланги, все у нас на месте. Сейчас мы вешаем колеса или, наверное, так будем прокачивать тормоза. Сколько пяти часов в сервизе, но все равно потратили мы очень-очень много времени. Повесили мы диски. Диски на 16 суппорта, как видите, у нас не мешают. Мне кажется, даже на 15 диски можно поставить, но не 16 диски встают легко. С этой стороны все нормально. Пошли, посмотрим, что у нас получилось с задними. Сзади теперь смотрится вот таким образом. Суппорта тоже не мешают дискам. Изнутри здесь смотрится теперь вот так. С другой стороны, мне кажется, когда снег, грязь, наверное, минус, а может быть и плюс. Не знаю, время теперь покажет. Главное, чтобы результат был хороший по оттормаживанию. Потому что на родных, где барабаны стояли, а впереди колодки, все равно тормоза были. Не было таких, чтобы в пол они уходили на юз. так, все прокачали, все повесили, все затянули. Теперь только на трассу и будем пробовать. Так, ребята, с автосервиса 56 я выехал. Ребятам большое спасибо за помощь в установке тормозов дисковых перед-зад. Мы потратили по времени 6 часов по дополнительным расходам. Шланги 650 рублей на передние суппорта, на полуосе подшипники новые по 600 рублей, по 650 рублей. У Наиля какие-то старые образцы нашел, но на самом деле такие интересные самарские еще. Смазочки добили, хотя там была. Ну и колодки передние от Соболя 800 рублей. Это плюсом ко всему. Тормозные шланги передние удлиненные покупал в этом магазине Веха автозапчасти. Кому надо звоните, заказывайте. Любые шланги можно подобрать под любой автомобиль. После того, как выехал с автосервиса, проехал примерно 3 километра. Остановился, заехал в поле посмотреть, что происходит с дисками, потому что еду, слышно, что там все притирается у меня. Ну, колодочки, да, конечно, здесь такие маленькие, смешные почему-то. От Ford Focus первого, как мне сказал производитель. По переду рекомендую, если будете заказывать, вот, суппорт у них свой, и найти сальники, пыльники, и поршень вы не сможете. Нужно заказывать у них. Поэтому, если будете заказывать, сразу берите комплект дополнительно сальников, пыльников. Мало ли, что случится, чтобы потом не бегать. Положите в гараж и пусть лежит. Что хочу сказать про компанию АвтоВектор, про комплект дисковых тормозов, который пришел мне на Ниву. Все, что было в комплекте, мы поставили без какого-либо колхоза. Болт-болт, гайка-в-гайку. Ничего лишнего, ничто мы не докупали лишнего. Вот как был комплект. То есть, как они и заявили, что без каких-либо переделок. Вот так оно и есть. Просто то снимаешь, и все, что в комплекте есть, и это ставишь. Куча запчастей, есть полный комплект штатных тормозов. Так, куда я бросил? Есть передние, есть задние комплекты. Передние суппорта, буквально на них проехал пару тысяч километров. Они абсолютно новые, исправил недавно у официального дилера, потому что мои заводские заклинили. Сами диски. На них еще ездить и ездить, как говорится. Вот. Кому может надо, кому интересно, пишите мне в телеграм-канал. Если не продам, кому-то будет интересно, вышлю. Вот показываю после месяца эксплуатации, что с задним суппортом и с диском. После покатушки, это я уже помыл керхером. Вот, посмотрите, вот он пыльник. Все в грязи. Это вот все грязь. Видите? Минусы показываю. И вот здесь вот снизу камушки. То есть камушки никуда не деваются. Они остаются. Это вот с ПГС. По ручнику вот он, тросик идет. Все это работает. Никаких таких нареканий у нас нету. Тормозной шланг подходит. Тоже в принципе что здесь у нас. Но за кожухом нам уже не интересно. В принципе. Ну вот так вот набивается грязь. Ну в принципе, в принципе-то если хорошенько помыть. Ничего страшного в этом нету. Колодки за месяц. Что состояние с колодками то у нас? Ну колодки вроде на месте. Ничего нового нету. Ничего не порвалось у нас. Все стоит. Сам диск у нас без какого-либо сильного износа. Никаких нарапин. Ничего у нас нету. Вот она колодочка стоит. Так что пока все нормально. Второе колесо снял посмотрел и тросик ручника у меня шел с этой стороны мы делали но оно близко к колесу и в некоторых местах подтирает. Как-то мне это не понравилось. Решил я за амортизатор завести но получается вот такой видите изгиб. Не знаю как лучше но время покажет. Так и так покатаюсь очень в принципе не сложно снял завел и все по этой стороне тоже никаких нюансов нету все ровненько колодочки на месте все на месте резиночки все на месте но проб не снял по по Субтитры сделал DimaTorzok